Сейчас на объекте уже завершаются работы на опорной части пешеходного моста, и специалисты приступили к процессу натяжки канатов. Они были изготовлены во Франции и доработаны в Германии. Материалы подходят для использования в самых экстремальных условиях. Макет данного проекта прошел предварительную проверку в аэродинамической трубе с сейсмической нагрузкой в 9 баллов. Практически закончена опорная часть, в виде уже появились все ребра, и сейчас в процессе натяжки канатов три уже готовы, осталось пять. Пять остальных, а потом уже начнется сборка мягкой части пешеходного перехода. Пролет 440 метров, без опор, высота более 220 метров, и консоль у нас более 30 метров. Вот основные параметры уникального проекта. Книга рекордов Гиннеса, как самый длинный, потрясной пешеходный переход. Пешеходный мост через Мзымту станет основной частью развлекательного комплекса и будет называться Sky Bridge. Опорная часть моста из металлоконструкции станет смотровой площадкой. Рядом с ней будет расположен аттракцион Bungee Jumping, более известный как Тарзанка. К услугам поклонников rope-джампинга – аттракцион Майтник. И это далеко не полный перечень развлечений в данном комплексе. И две площадки можно провести на этом аттракционе до 25 человек в час. Вот здесь можно сделать маленький прыжок 60-80 метров. Большой будет находиться в середине долины, он 200 метров высотой. Эта конструкция уникальна тем, что прыжок будет из здания, и это будет самый высокий в мире прыжок над поверхностью. То есть вы будете прыгать над рекой. Здесь проектно предусмотрено 8 трассов, хотя по нагрузкам достаточно 2. Это уже, что-то говорится, в 4 раза превосходит. Троса изготовлены во Франции, доработаны в Германии. Они прошли предварительную натяжку и покрыты гольфрамом. Гольфрам – это материал, который увеличивает долговечность. На следующей неделе специалисты экстрим-комплекса отправятся на стажировку и пройдут обучение под руководством мастеров из Новой Зеландии. В сентябре на сочинском объекте состоятся первые тестовые прыжки, а для туристов комплекс откроется не ранее декабря.